всем доброе утро какое утро добрый день 1 июля шучу 1 июня 2023 года первый день лета в ладжеском но денек 130 задался точнее я бы сказал не задался сами помните кто смотрел то не обзор что утром был дождик был опасно на поэтому народ в основном сейчас не загорает а все-таки гуляет связи с этим предлагаю вам прогуляться куда-нибудь туда на улицу социалистическую все-таки как-никак у нас первый день лета соответственно хочется сделать большой дневной обзор просто большой обзор прогуляться по улице лазерского по улицам лазерского что-то не с окончаниями с падежами сегодня вообще никак дует ветерок в лазерском пасмурно но достаточно тепло плюс 23 градусов вы слышите крики детворы в парке халява сегодня же день защиты детей сегодня катают без возмездно всем случае до какого-то промежутка времени а потом там уже естественно все будет за денежку приветствую так пардон пардон автобус с прибоя ждет вас уже гостей при будет прибоя ждет появились белые уазики я не знаю может быть уже джипинг даже владимир не уходит никуда он все тут ну я пока не сказала пока солнца не видно нифига ветерок есть но пойду сейчас прогуляюсь по всей по всей по всей набережной скажу конечно же сначала к морю подойдем посмотрим что там творится шторм кафешки открывается народ любуется волнами площадка уже почти готова возможно сегодня вечером будут уже работать я не знаю будет время а кто-то даже загорает так бывает но основном конечно же все же просто кайфуют дышат морским воздухом запах моря он чувствуется очень даже так активно кто-то с фотоаппаратами кто-то как горюшек загорает кстати загар прилипает очень даже неплохо сейчас более того я вам скажу что я учитывая то что я в принципе ты не загорал особо но уже сменил боевой раскрас несколько потемнел скажу я вам пойдемте посмотрим что творится там в районе парка там скопление народа прыгалки мыгалки тополь скоро скоро откроется зайдем в гости обязательно посмотрим чё там как там нас уже приглашали ну сами видите сколько народа на набережной колесо все-таки не крутится мне кажется сегодня так хочется везде успеть все показать пойдемте мне крутится крутится это не показалось сегодня же бесплатное катание детей крокодиловую ферма очередь детворы полно вся она защищенная лучше значит халява да я не до качельки карусельки всей гости города естественное местные жители с радостью катаются тут в парке народа ого-го сколько где-то алексия тут должна была выступать антошка антоша 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 пойдем попасть в дом антоша 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 пойдем как пойдет папку не мы ли а не у а к у у а до а пионеров вообще не помню когда видел они есть Недавно был в Генпионерии. Народа просто не знаю, откуда все. Откуда? Смотрите, что здесь творится. Где-то даже детям дают шаурму. Бесплатно. До 14 лет. Вон детвора на открытых кабинках. Сами видите, какая движуха. Я не Полин, но отреагировал. Ну что, видели сколько? Это все очередь в колесо. Это все очередь в колесо. Вот он вход. А детвора и там полным-полно. Желающих покрутиться на вот этой вот карусельке не так уж и много. Я вижу только одного человека. Хотя нет, вот уже очередь тоже собралась потихонечку. Улица Павлова. Здесь тоже на Сочинский автодром. Там вообще пипец. Смотрите, сколько народа. Походу вся Лазаревская здесь. Наверное, некоторые родители думают, да лучше уж мы заплатим, чем будем вот так вот стоять. Я тут, короче, вы поняли. Жизнь кипит. Кипит. Ну, винокур. Никаких секретов какое-то шоу или зионисто. Все, все. Вот тут будет в июне уже. Цены на шашлык вы знаете. Кафе Фаворит, кафе Прибой. Работают и здравствуют, слава богу. Все хорошо. Машин очень даже много. Она ждет набережная. Ну и причал, конечно же, тоже. Сегодня у нас большая прогулка. Я, правда, долго ее буду грузить уж. Вы уж извиняйте. Но зато, надеюсь, будет интересно посмотреть ролик. Как ни странно, на причале почему-то никого нету. Практически, ну там вот три человека. Еще вчера все наблюдали, все снимали вправо-влево, сколько людей загорает. И сегодня нет. Но мы не будем изменять традиции. Послышим шум, точнее, послушаем шум ветра. Да, людей не очень много на набережной. Я имею в виду на пляже. На набережной полно. Очень даже полно. Кто-то все равно ноги мочит. Кафе Прибой закрыло. Видите, столики. Специальная пленка от ветра. Температура воздуха плюс 23. Ну, в принципе, что я и говорил. Тепло, но пасмурно. Пойдемте гулять по набережной. Ну, по набережной, я думаю, все-таки тоже людей не так много. И там какие-то фигуры ростовые ходят. Издалека, то ли в шапках таких вьетнамских, то ли, бог его знает, кто и такие. Туалеты работают. Их недавно отреставрировали. Восстановили туалеты бесплатные. В центре набережной. Здесь вот в районе пляжного дома. Ресторан «Кавказ». Одноименная гостиница, отель. Шторм. Все тут. Также на месте остались эти грифоны. Да, концентрация людей сегодня все-таки, сами понимаете, в парке. Клан Сопрано. Вон там какие-то вьетнамцы, которых я спутал с ростовой фигурой. О, сейчас нас замассажируют. Наверное, если заметят. Не, не заметили. Шашлана сосредоточена. По-прежнему шашлычок. 100 грамм, 180 рублей. На набережной это самая дешевая цена, наверное. Ух ты, красивая волна была. Не очень большая, но красивая. Столовая виноград. Ну, похоже, что уже работает. Да, друзья мои, все, столовая виноград ждет вас. Очень вкусно тут пахнет шашлыком. Я не знаю, с винограда или откуда. Но пахнет вкусно. Цены. Сейчас постараюсь вам показать, если это возможно. Ой, волк, ты куда бежишь прям под ногами? Нет, цены еще не написали, не прописали. Но есть. Уже работает, уже все здесь на месте. Обязательно зайдем, когда появится цена. А вот это ниндзя-черепашки. И ангелы у нас появились. И черепашки. Ну, и черепашки. И зебры, конечно же, тоже есть. Всякие разные. Кафе Ладья. Там улица Спортивная, сами знаете. А мы-то идем на социалистическую. Проверить, работает ли русское застолье или не работает. Шашлычок. Чебуреки. Вот сюда мне как-то зазывались утреца пораньше. Работают. Люди есть. Шашлычок жарят. Мясо вон лежит. Все есть. Крылышки, мясо, картофель. Все-все-все в наличии. Сладости, пиццы, роллы, шашлыки. Ну, все тут. И даже кофе. На песке. Сам не пробовал, но говорят, хочет даже ничего. Шашлычка номер один. Кукуруза. Санька не видел, кукурузу видел. Вот, пожалуйста. Ну, пока еще цены нет. Заработала. Во всяком случае, частично кафе Маньяк, суши, паста, маста. А может быть и полностью заработала. Здрасте. Добрый день. Маньяк, приветствую. Работаем, все? Сегодня первый шаг. А, не хочу звать, да. Приятного аппетита не решаю. Пошел. Все. Маяк работает, ребят. Заходим. Все. Ангелы. Ниндзи. Так что, кто спрашивал про маяк, имейте в виду. Свершилось. Суши, пиццы. Есть еще, вот видите, маленькая часть торговых точек, которые еще не работают, но, я думаю, заработают в кратчайшие сроки. Эту точку меня просили не показывать, но так скажу вам, что по 100 рублей кукуруза нарисована тут. Столовая чайка пока готовится, пока ее разукрашивают. Ну, не разукрашивают, красят просто. Она будет порядку. И смотрите, как красиво, какие растительность какая появилась, такая зелененькая. Интересная. Типа кипарисов подстриженных. Здорово. В кафе Фрегат тоже уже шашлычки, машлычки, все есть в наличии. Открылся магазин экзотических товаров, но в прошлом году меня попросили туда. Точнее, не дали согласия на съемку, поэтому я как бы больше не напрашиваюсь. Хотя, ВКонтакте, друзья, попросились. Так, что, ребята, у нас кофейню потихонечку открывают, уже все там, на причале Гренада, теперь у нас новое заведение появится. Пока еще до конца не сделали, но вот-вот-вот-вот. Пока тут кофеюк можете отведать. А буквально через кратчайшее время видите, какой приятный такой сюрприз к сезону. Строится уже заведение. С видом на море будете шашлычки, кофе, пицца, все-все-все. Ладно, идемте дальше. У меня-то основная цель к русскому застоль. Ох ты! Хо-хо, собака на ангелова. Нечисть чувствует. Чувствует нечисть. Чувствует. Привет, мои колесцы! Напугали, конечно, животное. Ну где же это русское застолье, хочется сказать еще раз. Улица Социалистическая. Мы дошли до нашей... Не то чтобы крайней точки, но до точки, где заканчивается наш маршрут. Это будет русское застолье. Вина Кубани работают, показывал, знаете. Самое вкусное это мужские слезы. Которые мужики вечерами рыдают. Потихонечку, потихонечку оживает. О, наши друзья! Доброе утро! Или день уже? Все, уже готовитесь, да? Все, сойдем. Приветствую. Через два дня уже, видите, сладости наши открываются, друзья. Сыр, мыр, рыбка, копченая вот прям здесь, вот, пожалуйста, фирменные колбаски, барабулька и даже косички тут делают тоже. Уаз, лада. Редкий, кстати, транспорт в наших краях уже. Но некоторые модели бывают даже очень интересные. У нас социалистическая тоже практически все работает. Ну, я иду. Сами знаете куда. А чего я шел, блин? Ну, вот. Друзья мои, как говорится, я опечален. Я шел в надежде показать вам русское застолье. Кого-нибудь или что-нибудь съесть. Но пока вижу только, что да, движуха какая-то происходила. На сей момент не работают. Только готовятся. Так что всем говорю до свидания, всем пока. Вот этим вот керхерным звуком. Вот такой вот сегодня денек в Лазовском. Всем пока.